До 1 июля, согласно федеральному закону, все квартиры и жилые дома должны были быть оборудованы счетчиками на воду, тепло и электричество. Однако многие жители региона, прежде всего речь идет о городских округах, по-прежнему обходятся без приборов учета. Плата за потребление энергоресурсов в таком случае будет начисляться по нормативам, которые пересмотрят в сторону увеличения. Об этом сегодня шла речь на коллегии регионального министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования. В частности, предлагается пересмотреть норматив потребления электроэнергии в жилых помещениях на общедомовые нужды, а также для содержания сельскохозяйственных животных. Так, если раньше для типовой однокомнатной квартиры, в которой проживает один человек, был норматив 83 кВт-часа в месяц, теперь предлагается 123 на 48% больше. Для жилых помещений со стационарными электроплитами норматив вырастет на треть, вместо 133 кВт-часов – 173. Расход электроэнергии рассчитан исходя из номинальной мощности стандартных бытовых приборов. Что касается общедомовых, ну, что для разработки новых нормативов, многоквартирные дома были разделены на две группы – до пяти этажей включительно и свыше пяти этажей, поскольку в более высоких домах работают лифты. А для двухэтажных домов решение пока не принято. Между тем, на сегодняшний день значительная часть волгоградцев не устанавливает счетчики электроэнергии вполне сознательно. Это означает, что они таким способом экономят. Причем наибольшее количество лицевых счетов, не оборудованных индивидуальными приборами учета, касается тех, у кого есть стационарные электроплиты – 20%. Практически все бесприборники сосредоточены в городском округе города Волгоград. В сельской местности, если посмотреть данные волгоград об электросбыт, то приборенность практически стопроцентная. Эту лазейку для заниженных тарифов надо закрывать, призвал председатель коллегии. И новые нормативы потребления электричества как раз должны стать стимулом установки счетчиков для жителей региона. Окончательное решение по ним будет принято к 1 августа.